Всем привет! С вами выпуск вашего любимого подкаста «Сила права» и мы его ведущие Михаил Прокопец и Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст записывается при поддержке юридической компании «Сила International Lawyers» и интернет-портала «Чемпионат.ком». Юр, мы с тобой в последнее время взяли за привычку записываться в праздники. Сегодня мы записываемся 8 марта. Я, конечно, понимаю, что слушать наш подкаст будут не 8 марта, а чуть позже, но все равно хотел бы поздравить всех девушек, женщин, кто слушает наш подкаст с этим праздником. Да, поздравляем вас, дорогие дамы. Да, поздравляем вас, дорогие дамы, и желаем вам всего доброго. Юр, ну, на самом деле, мы хотели бы извиниться перед нашими слушателями за такую долгую паузу между выпусками, и в свое оправдание хотим сказать, наверное, больше не будем записываться в трансферное окно, потому что это достаточно сложно в самое тяжелое время футбольное в году, и записываться, и работать, и делать трансферы, и так далее. Что скажешь? Да, я хочу сказать, что... Что вообще не будем записываться? В свое оправдание что ты можешь сказать? Почему подкаст не выходил две недели? Все, на самом деле, достаточно банально. Сначала я был в отпуске, потом ты был в отпуске, потом было слишком много работы. Подкаст мы делаем для души. В любом случае, он не должен мешать нашей основной работе при всей любви к слушателям. Поэтому, когда у нас слишком большая нагрузка, мы вынуждены пропустить. Сейчас мы с удовольствием записываем новый выпуск. А чем будет новый выпуск, Юр? Мы с тобой долго гадали, какую интересную, жаркую тему обсудить, и пришли к выводу о том, что тема лицензирования и финансового фэрплей, она сейчас очень актуальная. Актуальная потому, что начинается период лицензирования футбольных клубов, как в России, так и в Европе. Соответственно, сейчас начинается лицензирование клубов для участия в чемпионате России, в первенстве ФНЛ, а также в Еврокубках. Ну и на фоне этой процедуры, отголосков лицензирования прошлого года, того, что происходит с футбольным клубом Тамбов, является ли это следствием и проблемами лицензирования, мы хотели обсудить сегодня эту очень интересную и жаркую тему. Звучит максимально не сексуально, максимально не жарко, но давай попробуем. Раньше были такие книжки «Майкрософт для чайников». Я сразу хотел сделать такой дисклеймер, что эта тема, она гораздо глубже, чем мы сегодня сможем обсудить, она гораздо подробнее и гораздо больше подробностей и больше деталей. Мы, конечно, не будем вас утомлять этими всеми скучными бухгалтерскими терминами и вычислениями, попытаемся донести до вас суть, потому что, на самом деле, как я всем люблю говорить, фэйрплей — это такой зверь в лесу, о котором все слышали, но никто никогда не видел. Многие любят о нем порассуждать. Ты расскажи это некоторым клубам, которые были лишены еврокубков, например, «Динамо», расскажи, «Рубину», расскажи, что они никогда не видели этого зверя. Они видели, но уже было слишком поздно. Давай начнем с наших новостей традиционных. Первая новость достаточно необычная, я о ней узнал, потому что мне в какой-то момент начали звонить все мои партнеры, коллеги, клиенты из Ирана. Откуда? Из Ирана такая страна есть. И они начали мне оттуда звонить. Ну что, ребят, наконец-то, наконец-то теперь иранцы перестанут быть легионерами в России. Сейчас мы вам привезем иранцев. Я долго не понимал, о чем идет речь, потому что эта новость, в принципе, не обсуждалась широко у нас в прессе, но, тем не менее, прошла информация о том, что Иран 24 февраля 2021 года должен был стать постоянным членом Евразийского экономического союза. Тот союз, в который входят Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия. И это тот союз, граждане которого не считаются легионерами в российской футбольной премьер-лиге. Некий аналог Евросоюза, да? Некий аналог Евросоюза, но я просто такой дремучий человек достаточно. И для меня слово «евразийский» слабо ассоциируется с Ираном. Я понимаю, что Евразия — это континент, имеется в виду. Ну, есть европейские, есть азиатские страны, которые входят в этот союз. Я понимаю, но я почему-то все время относил к этому союзу страны именно УЕФА, назовем это так по-футбольному. А тут Иран. То есть это такое предубеждение было. И я очень удивился, полез искать информацию и действительно обнаружил, что ведутся переговоры, наши главы государства встречались, и они нащупали путь сближения о том, что пора перестать быть временным членом этого союза, надо стать постоянным. Я не знаю с точки зрения политики, что это Ирану дает, но мы с тобой обсуждаем футбол. Спорт в целом. Спорт в целом, да. Но при этом, когда сегодня я готовился к выпуску, вроде уже 24 февраля прошло, сегодня уже 8 марта, как мы говорили, но никакой информации официальной ни на сайте союза, ни вообще в прессе не появилось о том, что да, вот все, ура-ура, 24 февраля у нас новый член. Появилась информация, что скоро будет новый член, но так и не появилась информация, что это событие совершилось. Тоже достаточно странно. Этот факт оставим всевозможным политическим ток-шоу и политическим подкастом. Я думаю, что рано или поздно это произойдет, и нам стоит обсудить, каким образом это повлияет на спорт. Как это повлияет на спорт, Юр, наверное, ты расскажи. Ты у нас по спорту специалист. На самом деле все достаточно банально и просто. В рамках евразийского экономического сообщества предполагается свобода передвижения капитала и свобода передвижения рабочей силы. Так называемые раб-силы. Работники в одной стране члена не должны иметь каких-либо ограничений по сравнению с другими странами, за исключением формальности, связанных с выдачей разрешения на работу и так далее. В принципе, это уже нашло свое отражение в спорте. Долго руководство и всевозможные органы, руководящие евразийского экономического сообщества, заявляли о том, что лимиты на легионеров в спортивных соревнованиях противоречат нормам Евразеса, в частности, принципам свободы перемещения труда. И относительно недавно спортивные власти и спортивные федерации стран услышали призывы ЕАЭС, поменяли свои правила, в частности, например, в футболе и в хоккее. По-моему, это тоже произошло после встречи Путина с Лукашенко, да? Да, если я не ошибаюсь, это произошло именно после тех событий, о которых ты говоришь. Россия и Беларусь продекларировали, что не будет ограничений для спортсменов, ну и после этого все остальные страны ЕАЭС эти ограничения сняли. Получается, что у нас теперь, например, если мы говорим о России, то спортсмены из Казахстана, Армении, Белоруссии и Кыргызстана, они не являются легионерами. То есть они вне вот этих квот, вне этого достаточно строгого лимита, который есть в футболе, могут быть заявлены. Ну, скажи, это автоматически произойдет? Нет, безусловно, это не происходит автоматически. Ну, я не знаю правовые системы других стран, думаю, что в большинстве стран решает федерация. Согласно нашему закону о спорте, лимит на легионеров в каждом виде спорта определяет Министерство спорта. Для этого Минспорт должен в свой приказ внести изменения, устанавливающие ограничения по участию иностранных спортсменов в том или ином соревновании. В частности, например, для футбола. Минспорт должен снять эти ограничения для премьер-лиги, для ФНЛ и ПФЛ. И после этого уже РФС, как организатор соревнований, продублирует эти изменения в своем регламенте. И только после этого иранцы, в том числе и Сердар Азмун, который, безусловно, является украшением нашего чемпионата, будет не легионером. И футбольный клуб «Зенит» получит еще одного дополнительного не легионера. Слушай, ну, ты мне скажи, я всегда думал, как наличие этого правила, оно вообще, в принципе, сказывается на развитии футбола. Потому что всегда, когда все люди говорят о лимите, они говорят о том, что давайте развивать российских футболистов. Ну, лимит, что такое? Это все-таки протекционизм определенный. И, с одной стороны, мы говорим, давайте мы не будем пускать в каждой команде больше определенного числа спортсменов из Италии, из Англии и так далее, из Африки. Но при этом мы говорим, ребят из Киргизстана, из Армении, из Казахстана, пожалуйста, приезжайте, играйте. Сейчас к ним добавился Иран. Если я правильно помню, я посмотрел на сайте, там в качестве партнеров уже таких достаточно близких, Сербия, Вьетнам и Сингапур, страны, которые тоже, по идее, могут потенциально скоро пополнить ряды. Эти знаменитые тайские футболисты. Слушай, но неважно, в любом случае, там в Сингапуре, может быть, в Таиланде найдется один слэш пять футболистов, которые будут готовы поехать, например, в Российскую Премьер-лигу. И в итоге у нас будет Премьер-лига, в которой будут играть при всем уважении футболисты из Киргизстана, Казахстана и так далее, и так далее. Причем, на самом деле, ситуация достаточно забавная, потому что сначала эти футболисты из Казахстана, ну, многие, да, сейчас поехали, с очень славянскими именами и фамилиями, потому что это россияне. Сначала они получали гражданство Казахстана, чтобы не быть легионерами в Казахстане, а потом они перестали быть легионерами и в России. И, получается, к нам приезжают такие казахи по фамилии Шамко и так далее. Ну, то есть у меня возникает серьезный вопрос, а реально ли это помогает нашим российским футболистам развиваться? Или реально ли это помогает нашей сборной по футболу наполняться качественно? Реально ли та цель, которая стоит перед созданием лимита, а именно давать игровую практику российским футболистам, она выполняется? Хорошо, у нас не приехал итальянец, потому что он упал под лимит, но у нас приехало 20 футболистов из Киргизстана. И мы смотрим вместо того, чтобы смотреть на наших российских футболистов, мы опять же смотрим на иранских футболистов, на киргизских футболистов, на армянских футболистов. А их будет все больше и больше, потому что этот пылесос под названием российская премьер-лига, она будет засасывать этих футболистов из этих своих стран близлежащих, потому что они не попадают под лимит. Это такой философский немножко вопрос. Слушай, но на мой взгляд этот вопрос не настолько философский, он достаточно практический, и мнение о том, что вот сейчас к нам понаедут, будут занимать места российских футболистов, ну на мой взгляд оно достаточно дремучее. Юр, она лежит в основе лимита. Сейчас к нам понаедут, лимит уже существует, его уже установили. Может быть задаться вопросом, насколько эффективен протекционизм в любой отрасли, будь то экономика, какие-то сферы труда, торговля, спорт и так далее. Развитие возможно только там, где есть конкуренция. Это во-первых. И, соответственно, никакие лимиты, ну ты посмотри, пожалуйста, сколько футболистов, выдающихся топ-уровня, выросло у нас благодаря лимиту. То есть те футболисты, которые у нас есть на топ-уровне, Головин, Дзюба и так далее, это те игроки, которые в любом случае, независимо от лимита, стали бы большими игроками. Я думаю, что, может быть, мы когда-нибудь позовем эксперта, с кем мы рассуждаем и поспорим по поводу лимита. Эксперт в лимите – это такая редкая профессия, которой, мне кажется, не существует. Виталий Леонидович Мутко, например. Но я не вижу ни одного плюса от лимита. Во-первых. Во-вторых, на текущий момент уровень развития футбола в таких странах, пусть и уважаемых, как Казахстан, Армения, Беларусь, все равно на несколько шагов отстает от России. Если ты видишь, идет обратная динамика. Наоборот, как раз футболисты, которые в России не востребованы на топ-уровне или играли большую часть своей карьеры в низших лигах, вот они как раз поехали на заработки в ту же самую Армению, в Казахстан, в Беларусь и так далее. Обратный поток, он намного больше. Я думаю, что наш чемпионат не проигрывает от того, что сюда приезжают несколько самых топовых футболистов из Армении, например. Или несколько топовых футболистов из Казахстана. А твое замечание о том, что сюда поехали казахстанские футболисты с не совсем казахскими фамилиями? Это просто прикол. Вряд ли могу представить себе такой план, что кто-то задумывал ЕАЭС, потом делал футболистов казахами. Хотя, мне кажется, там тут Шамко, возможно, и местный футболист. Я не хочу его обидеть, я не специалист. Я про то, что это просто звучит достаточно смешно. Знаешь, вот эти все игры с переменой гражданства, они все искусственно, мне так кажется, достаточно выглядят. Я про то, что при всем уважении ко всем этим ребятам из ЕАЭС, вместо того, чтобы играли ребята из более сильных чемпионатов, у нас играют киргизы, казахи. Я как-то сказал, уровень в этих чемпионатах гораздо ниже нашего, но они едут сюда просто за счет того, что наши школы не воспитали, например, должного количества молодых футболистов, а там есть какой-то выбор. И вместо того, чтобы наслаждаться игрой легионеров из других стран, более высоких по рейтингу, мы создаем более благоприятные условия для стран с таким рейтингом, низким. Слушай, ну они в любом случае такие игроки не будут играть, если они не будут сильнее российских. Юр, ну вот, например, прошла информация про казахского олигарха, назовем его так, который вообще хочет сделать команду. Благодаря этому лимиту он может позволить себе привести 30 казахских футболистов и заявить их 30 казахских футболистов в рамках команды в российскую вторую лигу и играть спокойно там, и развивать их там. То есть мы даем площадку за счет этого лимита другим странам для того, чтобы они спокойненько тренировали своих футболистов. Что там плохого? Ну не знаю, не знаю. Если наш ПФЛ получит боеспособную команду, а футболисты получат площадку для того, чтобы играть. Эти футболисты потом будут уезжать обратно, они не будут работать на благо российского футбола, как бы это ни звучало пафосно. Слушай, ну извини, пожалуйста, но условно рабочий, который приезжает и работает на заводе, он потом может уехать к себе в родную страну, и он не создает никакого наследия для России, но при этом он в данный конкретный момент создает прибавочную стоимость, влияет на ВВП. Мы исходим с того, что футбол это зрелище, футбол это какой-то коннекшен с той территорией, в которой ты находишься, и это чужеродное тело, понимаешь, на мой взгляд. У тебя нет ни болельщиков. Вот тебе будет интересно смотреть матч футбольный клуб Тверь, футбольный клуб Казахстан. Слушай, но на самом деле была команда футбольного клуба Рарат Москва, и на ее матчи ходила достаточно внушительная армянская диаспора. Хорошо. Единственное, что футбольный клуб Рарат Москва дважды плохо закончил. По-моему, он хочет закончить и трижды уже, что-то он каждый раз возрождается, как Феникс. Еще раз хочу отметить, что мы не хотели никого обидеть, а исключительно рассуждали с точки зрения теории. Давай вторую новость. Вторая новость у нас сегодня про фэнтези-футбол. Очень интересная. Спасибо Михаилу за то, что подобрал эту суперинтересную новость. В чем было дело? В футбольном клубе Астон Вилла футболист Джек Гриллиш не смог принять участие в матче с Лестером из-за травмы, и тренерский штаб команды не хотел распространения этой информации для того, чтобы соперник не узнал об этом заранее. И не смог, соответственно, подготовиться к перестановкам. Но дело в том, что несколько футболистов и членов персонала, включая тренера-аналитика и физиотерапевта, играют публично в фэнтези-футбол, и в своих командах фэнтези Гриллиша перед очередным туром они убрали. Естественно, что это заметили журналисты и поняли, что убрали его из-за того, что он травмирован. Не просто же так его сняли из своих команд его партнеры. Тренер Астон Вилла после игры был в ярости. Он говорил «Я забыл убрать игрока из своей фэнтези! Чёрт!» Да, наше поражение, конечно же, напрямую не связано с отсутствием Гриллиша, но поведение отдельных членов нашей команды в социальных сетях вызывает просто... Не то что с отсутствием Гриллиша, а с тем, что узнали про отсутствие Гриллиша. А так бы он обиделся, Гриллиша. В смысле не связано с моим отсутствием? Тем не менее, интересно. Тренер там сидит, готовит тактические какие-то уловки, перестановки, китрости, сюрпризы. И тут такие ему футболисты всё палят в фэнтези-менеджерах. В Англии эта история получила очень большую огласку. Как ты думаешь, может ли это каким-то образом повлиять на контракты футболистов? Мне ещё, кстати, понравилась реакция Гвардиола, с кем они играли, который сказал, что... Я не знаю, что такое фэнтези-футбол, но я знаю, что футболисты там бывают, дружат между собой и сливают друг другу всякую такую информацию. По сути, это одна из разновидностей утечки информации. Она может произойти, потому что футболисты пошли вместе в ночной клуб, поболтали друг с другом. В Англии вообще я был удивлён, что там существуют специальные боты, которые в автоматическом режиме отслеживают отписки отдельных личностей, на которых они заточены, подписаны. И в автоматическом режиме проводят такой анализ. То есть настолько там уже... Скаутинг. Скаутинг, да, дошёл. Это ещё раз подтверждает просто тезис о том, что в футболе мелочей не бывает. Что касается контрактов, мне кажется, конечно же, это повлияет. Потому что мы помним, как под действием технологий менялись контракты, когда все вот эти вещи с неосторожными высказываниями в Инстаграме или в социальных сетях, раньше они, конечно же, не были прописаны. Просто раньше, потому что не было этих социальных сетей. И в контрактах упоминалось, например, что ты не мог просто на пресс-конференции что-то сказать не того, или после матча что-то не то сказать. А потом со временем я просто сам наблюдал, что контракты модифицировались. И мы сами, когда готовили контракты, мы тоже их модифицировали. Мы стали добавлять, что не только после матча, но и в свободное от работы время с использованием своих социальных сетей. Ты должен был в этих социальных сетях вести себя прилично и так далее. Просто потому, что в современном мире социальная сеть, она неотличима от человека. Если ты что-то сказал в социальной сети, по сути, ты сделал заявление. Сколько вот этих случаев было? Если ты выйдешь на площадь и проключишь, тебя услышат 10 человек. Если ты в Инстаграме проключишь, в некоторых Инстаграмах тебя услышат миллионы человек. Это мы сейчас не про наш с тобой Инстаграм. Смотри, в одном из наших прошлых выпусков мы рассказывали про уругвайского нападающего Кавани, который тоже что-то сказал в Инстаграме, российское, был наказан. Поэтому, конечно же, я думаю, что пункты скоро появятся в контрактах, чтобы ты помимо того, что ты во всяких социальных сетях не имеешь права ничего такого говорить, но ты также не имеешь права либо играть в этот фэнтези-футбол, либо, как появились там некоторые сразу комментарии, то ты не имеешь права играть в фэнтези-футбол с использованием игроков своей команды. Более щадящее правило. А мне интересно просто, вот этот фэнтези-футбол, там можно выиграть какие-то деньги и так далее, преимущества? Я думаю, что можно. Просто условно смотри, например, футболистам запрещено делать ставки. В том числе на матчи своей команды, потому что они обладают инсайдерской информацией. А чем отличается условная игра в фэнтези, когда ты знаешь, что твой партнер по команде травмирован? Ты самого травмировал на тренировке. Неважно. Ты обладаешь инсайдерской информацией, и ты ее используешь, чтобы получить преимущество в игре. А если эти преимущества еще и приведут тебе к какой-нибудь финансовый результат, еще что-нибудь. Я бы вообще подумал с точки зрения организаторов этих игр, насколько корректно, что действующие спортсмены принимают участие в них. Ну да, я с тобой согласен, потому что точно знаю, что есть фэнтези-футбол, который просто на интерес, а бывает фэнтези-футбол, которым можно выиграть. Но я думаю, конечно же, футболисты этим занимаются. Понятно, что ради фана. По приколу. По приколу, да. Но еще раз говорю, что я думаю, что это повлияет на изменения в контрактах в 100%, потому что это утечка информации, и тренер другой команды может на основании этих ставок понять, будет играть какой-то конкретный игрок или не будет, и подготовиться к этому. Ну давай, в общем, сделаем себе заметку. В следующий раз на летнее трансферное окно, когда мы будем делать контракты, предусмотрим во всех наших контрактах запрет футболистам наиграть в фэнтези. И давай уже перейдем к третьей новости. Третья новость, во-первых, она связана с допингом, это одна из самых популярных тем нашего подкаста, а во-вторых, эта новость связана со спортсменом, который не то чтобы победил, но во всяком случае преуспел в борьбе с антидопингами и организациями за право считаться чистым спортсменом. Поэтому спортсменом зовут Алекс Шварц, олимпийский чемпион 2008 года по легкой атлетике, итальянец. С чего началось это дело? То, что 1 января, сюрприз, после новогодней ночи, с 16-го года у спортсмена взяли допинг-пробу во внесоревновательный период, и она показала наличие в крови стероидов, анаболических стероидов. Конечно же, все же обычно за новогодним столом пьют стероиды. Пьют стероиды, но как без этого? Старая итальянская традиция. Международная ассоциация легкой атлетических федераций отстранила его на 8 лет. На 8 лет, потому что это уже было повторное нарушение. И тут уже начинаются странные вещи, потому что Шварцер подал апелляцию в КАС, она была отклонена. И он после этого подал в обычный итальянский суд. Так как это разбирательство в обычном итальянском суде, как и российском суде, впрочем, может длиться годами, то всего лишь спустя 5 лет итальянский судья вынес решение... Судья Вальтер Пеллино. Который сказал, что его проба была подменена, проба мочи была подменена... Написана в решении с высокой степенью вероятности. Да, с высокой степенью вероятности подменена, чтобы дискредитировать этого спортсмена. Ну, вообще, в принципе, достаточно интересно, что же могло произойти 1 января. Кто-то прокрался там, куда-то и что-то подменил его мочу. Что должно было происходить там у них? И это очень интересно. И судья, он, на самом деле, очень жёстко раскритиковал ВАДА и Федерацию лёгкой атлетики, потому что ВАДА и Федерация лёгкой атлетики достаточно жёстко противостояли этому судебному процессу. И он сказал, что в попытке помещать расследованию так называемого преступления была совершена ещё серия преступлений. Что он имел в виду, никто не понимает. Но, тем не менее, спортсмен очень рад, потому что он всё это время говорил, что он будет готовиться к Олимпиаде, и в любом случае хочет завершить и на мажорной ноте свою карьеру. И сейчас думает о том, чтобы поехать в Токио. Но всё равно участие, насколько я понимаю, в международных соревнованиях остаётся под вопросом, потому что ВАДА сделала заявление, раскритиковав решение итальянского суда, не согласившись с ним. И, насколько я понимаю, они посчитали, что мы будем, ВАДА будет максимально стараться его не исполнить. Юр, интересное дело. У меня, как у юриста, возникает в первую очередь вопрос, почему Шварц сначала обратился в КАС, проиграл, а потом пошёл в суд, так я понимаю, общей юрисдикции, итальянский, и уже там он выиграл. Обязана ли ВАДА исполнять это решение? Это достаточно интересный вопрос, потому что, наверное, ответить на него, надо знать итальянское право и понимать, есть ли юрисдикция вообще у итальянских судов. И участвовала ли ВАДА, например, в процессе? Да, но у меня есть серьёзные сомнения о том, что это решение можно исполнить, потому что решение вынесено судом в Италии, Федерация Лёгкой Атлетики, насколько я помню, находится в Монако. ВАДА в Канаде. ВАДА, да, зарегистрирована в Канаде, и каким образом это решение будет исполняться, до которой еще и вступает в силу в конфликт. С решением КАС, которое, на самом деле, не отменено, которое носит как раз в силу спортивного законодательства глобальный характер распространяется на территорию всего мира. Поэтому я думаю, что это такая ситуация, при которой каждый останется при своём. Спортсмен Шварцер до конца жизни будет говорить о том, что я чистый спортсмен, я смог победить систему, но не будет участвовать в соревнованиях ВАДА и Федерация Лёгкой Атлетики. Не допустят дисквалифицированного спортсмена, но при этом потерпели, наверное, достаточно обидное поражение на локальном уровне. В целом от этого сильно никто не выиграет и сильно никто не проиграет. Да, мне кажется, что ты прав совершенно. Шварц не сможет заставить ВАДА и заставить МОК допустить его до Олимпиады, потому что решение КАС никто не отменял, оно всё ещё действует. Итальянский суд не может его отменить. А для ВАДА и для МОК в первую очередь важно именно решение КАС, а не решение итальянского суда. Да, сто процентов. Помнишь, у нас было решение какого-то московского, хамовнического или какого-то там суда о том, что решение ВАДА в отношении российских спортсменов оно неправомерное. Ну хорошо, получили вы это решение, а дальше-то что вы будете с этим делать? ВАДА не супер заинтересована в исполнении таких решений. Такой интересный штрих скорее для понимания, как работает допинговая система и антидопинговая система и разрешение споров. Давай перейдём к основной теме нашего выпуска в теме фэрплей. Прежде чем мы перейдём всё-таки к основной теме выпуска, я хотел сделать такой фоллоуап небольшой одной из... Хорошо, что не камин-аут. Возможно, позже. Фоллоуап – одно из новостей, которые мы обсуждали несколько выпусков назад, а именно эпизод с так называемым расизмом. Мерцающий расизм. То ли он есть, то ли его нет. Когда был остановлен матч между ПСЖ и турецким клубом «Истамбул», когда румынский арбитр Себастьян Кальцеску, указывая на одного из тренеров Истамбула, назвал его «тот чёрный парень». Указав своему коллеге, кому показывать предупреждение, он сказал «вот тот чёрный парень». И на румынском языке он произнёс слово «негру», чем, соответственно, вызвал негодование со стороны тренера, потом со стороны всей команды. Ну, мы все помним, да, Юрий, эту историю. Ну, возможно, не все наши подписчики начали слушать нас с того выпуска. Может быть, посиделись позже. И в конечном счёте дисциплинарный комитет UEFA долго-долго разбирал этот эпизод и пришёл к выводу, что обвинения в расизме в отношении арбитра Себастьяна Кальцеску должны быть сняты. В прессе была информация о том, что были проведены всевозможные лингвистические экспертизы, которые установили, что слово «негру» в румынском языке не является ругательным, упоминается оно в позитивном, а не в негативном контексте. И значение его не такое, как слово, извините, с урожением «негр». «Негру» в английском языке. Я сделал это исключительно в научных целях. Я думаю, ни одна экспертиза не подтвердит, что наш подкаст и носит научный характер. Он носит антинаучный характер. Обвинения в расизме были сняты, но тем не менее арбитра всё равно обвинили в недобросовестном поведении, inappropriate behavior во время матча. И за это... В чём оно выразилось? Ну, в том, что он неаккуратно себя повёл. Его отстранили до конца сезона и направили посещать educational program. Типа, ты такой неуч... Курсы английского языка. Да. Курсы английского языка и курсы мировой цивилизации. Соответственно, ты такой неуч, давай, иди поучись. Это всё очень плохо звучит. С одной стороны, хочется, конечно, УИФА поаплодировать, что они вняли голосу разума, но всё-таки не стали вестись на вот это всё разыгрывание российской карты. С одной стороны, да, но с другой стороны, если он не виновен в том, что он сказал, какое-то российское слово, то почему он должен быть всё равно наказан и отстранен, я в этом тоже не понимаю, потому что он ничего такого не сделал. Мы, с одной стороны, совсем не хотим выглядеть идиотами, но всё равно мы этим, скажем так, небелым футболистам всё равно будем подыгрывать. С другой стороны, давайте тогда вернёмся ещё, сделаем фоллоуап на фоллоуап и сделаем фоллоуап в пользу нашего, опять же, Кавани, которого мы сегодня уже вспоминали. Если мы говорим, что слово «негро» на румынском это не расизм, а просто румынское слово «чёрный», почему негриты тогда на уругвайском это расизм? Кавани просто в своём инстаграме написал негрита по отношению к своему другу, который даже не чёрный, а белый, и потом сказал, что просто на уругвайском негрита это просто черныш, какое-то такое ласковое выражение. То есть, если мы в Уфа говорим, что негро это на румынском просто чёрный, почему ты черныш на уругвайском или там испанском, я не знаю, тогда считается расизмом. То есть, как бы весь мир запутался, мне кажется, надо как-то определиться. Ну, не нам распутывать с тобой мир, поэтому давай от этой скользкой темы, из-за которой наш подкаст становится всё более скользкой. Могут просто выпилить из iTunes, из YouTube. Будем на Рутюбе выходить. Ладно, давай, в общем, перейдём к основной теме нашего сегодняшнего выпуска. Михаил, с вас лирическое вступление. Лицензированный финансовый Fairplay, мы не ставили перед собой задачу в всех подробностях эту тему раскрыть. Кому интересно, тем могут спокойно заходить на сайт RFS ссылаешь на сайт UEFA, скачивать документы и читать там 400-500 страниц. Да, например, правило лицензирования RFS 446 страниц. 446 страниц прекрасной информации бухгалтерской. Вы можете погрузиться в неё с удовольствием, скоротать месяцок-другой. Наша цель просто рассказать в общем, что это, зачем это, почему это, и поднять, возможно, некоторые вопросы, как можно улучшить эту систему, и что, может быть, стоит сделать, например, RFS для того, чтобы каким-то образом не повторялись истории, как история с Тамбовом, которая, на мой взгляд, позорная история на протяжении последних нескольких лет происходит. Все делают вид, что это всё нормально и всё так и должно быть. Давай, Юр, может быть, начнём с того, что просто расскажем о том, что такое лицензирование. Как говорят юристы из других сфер деятельности, когда я с ними начинаю разговаривать про лицензирование футбольное, они говорят, ну, согласно закону Российской Федерации, федеральному закону, номер таком вот о лицензируемых видах деятельности. Эта деятельность нифига не лицензируется в Российской Федерации, поэтому вы не имеете права её называть лицензируемой. Что вы на это ответите, Юрий? Слушайте, ну, термин лицензирования ввёл UEFA, Российский Футбольный Союз, начал делать ту же самую процедуру, что и UEFA, переняв терминологию. Вот. Это можно как угодно называть, потому что в некоторых странах это может называться аккредитацией, сертификацией и так далее. Но главное и ключевое в том, что это некий процесс допуска футбольных клубов к соревнованиям. Причём как соревнованиям национальным, так и европейским. Потому что я напомню, что существует две процедуры, ну, во всяком случае, в рамках Европы существуют две параллельные процедуры. Есть процедура лицензирования для участия в национальных соревнованиях, есть процедура лицензирования для участия в соревнованиях УЕФА. И, соответственно, УЕФА в своё время вводил процедуру лицензирования для того, чтобы проверять надёжность футбольных клубов и их готовность к соревнованиям. То есть лицензирование проводится по пяти критериям. Каждый клуб должен соответствовать критериям инфраструктурным, спортивным, кадрово-административным, правовым и финансовым. Мы чуть-чуть позже поговорим о каждом из этих критериев, но в целом, по которым клуб должен показать, что он соответствует установленным требованиям, тогда добро пожаловать в соревнования. Если клуб не соответствует этим требованиям, ну, тогда, извините, приходите в другой раз. Есть какие-то команды, которые попадают в Еврокубки, их допуск рассматривается по нормам УЕФА. А есть команды, которые просто играют в чемпионате России, и тогда это сфера РФС. Как ты думаешь, Юр, в России этим занимается федерация, лицензированием? Но периодически поднимаются вопросы, а может быть, стоит, чтобы лига проверял, потому что лига все-таки ближе к клубам, лига, по сути, есть объединение клубов. Может, стоит передать эти полномочия лицензирования от федерации лиги, как ты думаешь? Национальное лицензирование внутри страны мы можем выстраивать как угодно. Лицензирование УЕФА никто другой, кроме национальной федерации, проводить не может. То есть, в принципе, лицензирующим органом является УЕФА, но свои полномочия УЕФА, потому что УЕФА тяжело проводить лицензирование всех клубов во всех странах. Соответственно, они свои полномочия делегируют в национальную федерацию. Федерации во исполнение регламента УЕФА по лицензированию проводят проверку клубов, выдают лицензию или не выдают эту лицензию. УЕФА проводит потом выборочный мониторинг. В рамках этого мониторинга уже УЕФА может аннулировать или отозвать лицензию каждого конкретного клуба. И дальше УЕФА делает обязательный аудит федерации, то есть, нанимает одну из аудиторских компаний из большой четверки, и компаний проверяют надлежащим ли образом федерация. Ну, потому что, чтобы не было такого, что федерация прикрывала какие-то клубы, закрывала глаза на нарушения и так далее. Вась-вась. Вот. И если УЕФА установят, точнее, аудиторы УЕФА установят о том, что федерация ненадлежащим образом проводит процедуру, то у нее такое правило заберут и в отношении страны будут подавать лицензии непосредственно УЕФА. Поэтому, отвечая на твой вопрос, лицензирование УЕФА в принципе не может быть передано лигам. Лицензирование национальное теоретически может быть, но я не понимаю для чего. Потому что ты правильно сказал, что лиги близки к клубам. Фактически, лиги это и есть объединение футбольных клубов. Поэтому доверить самим же клубам лицензировать себя, но здесь, мне кажется, немножко тонко. Волкам охранять овец. С другой стороны, у нас в России достаточно давно действуют так называемые саморегулируемые организации. От государственного лицензирования процесс контроля за определенными сферами перешел к некоммерческим организациям. Когда сами участники рынка, например, в строительстве, любая строительная организация, она должна быть членом саморегулируемой организации, так называемое СРО. СРО проверяет эту организацию и членство в СРО дает ей возможность выполнять необходимые работы без получения лицензии. Процедура, с одной стороны, демократическая достаточно, с другой стороны, она часто себя дискредитирует и огромное количество этих СРО, которые просто берут деньги и ничего не выполняют. Поэтому, на мой взгляд, не очень чистосообразно отдавать лицензирование лигам, потому что у них возникнет конфликт интересов. Во-вторых, если уж федерация все равно проверяет клубы на соответствие лицензирования УЕФА, а лицензирование УЕФА это чуть усложненная версия национального лицензирования, или наоборот, национальное лицензирование чуть упрощенная версия лицензирования УЕФА, зачем делать одну и ту же работу дважды двум организациям, мне не очень понятно. Согласен. Слушай, но а по поводу сроков, это очень интересный момент, когда проходит это лицензирование, очевидно, что оно проходит перед стартом европейского сезона, лицензирование УЕФА, то есть, например, сейчас, в России, до 31 марта должны быть изданы, насколько я понимаю, все документы для лицензирования по новому сезону, который начнется летом. То есть, 21-22, правильно понимаю? Она всегда происходит перед началом сезона. Перед началом следующего сезона. Вопрос следующий, как можем мы понимать, клубы, которые только вышли из второй лиги в премьер-лигу, будут ли они играть, пройдут они лицензирование или не пройдут? Это как раз связано с командами, которые попадают из второго дивизиона в российскую премьер-лигу, и как раз эти команды, зачастую к ним есть вопросы по соблюдению этого регламента. Проходит лицензирование до 31 марта, попадает команда в июне в чемпионат. Слушай, ну ты же не можешь выстроить логистику по-другому, ты не можешь проводить ускоренную процедуру лицензирования, как только команда вышла и давайте. Но, соответственно, у нас там промежуток между окончанием сезона и началом нового сезона, как правило, около месяца. Ты за этот месяц не сможешь лицензировать. Поэтому, безусловно, клубы, которые понимают, что они претендуют на повышение в статусе, или, например, клубы премьер-лиги, которые понимают, что они могут претендовать на участие в Еврокубках, должны заранее позаботиться о своей лицензии и соответствовать необходимым критериям. Ну, то есть, ты можешь сдать лицензирование в UEFA, но при этом не попасть в UEFA. Но если ты заранее не подал заявку на UEFA, а потом вдруг поперло и ты попал в UEFA, то извините, да? Ты не получил лицензию, поэтому пролетишь мимо. Но то же самое с клубами ПФЛ, которые претендуют на выход в ФНЛ, клубы ФНЛ, которые претендуют на выходы в Премьер-лигу. Вот. В общем, процедура лицензирования начинается уже сейчас. Обычно процедура лицензирования начинается всегда с установочного семинара, где Российский Футбольный Союз презентует клубам новую редакцию регламента по лицензированию, рассказывает о каких-то новинках, о проблемах прошлого года и так далее. И после этого клубы уже начинают осуществлять подготовку документов. Давай о критериях расскажем, о пяти критериях, которые ты в самом начале затронул. Прежде чем мы перейдем к критериям, мы обсудили с тобой, кто является лицензиаром, то есть тем, кто выдает лицензию, то есть это Национальная Федерация. Я хотел коротко сказать о том, кто является лицензиатом, то есть тот, кому выдается лицензия. Потому что к лицензированию на национальном уровне может быть допущен любой участник внутренних соревнований, а с участием в Еврокубках здесь достаточно интересно. Есть интересное правило, согласно которому лицензию УЕФА не может получить клуб, который не состоит в членстве или иным образом не принимает участие в соревнованиях с Национальной Федерацией не менее чем три года. Так называемое трехлетнее правило. То есть футбольный клуб, чтобы претендовать на участие в Еврокубках, должен не менее чем три года участвовать в своих национальных соревнованиях. Соответственно, это исключает возможность... Это сделано. Да, это сделано, во-первых, для того, чтобы исключить возможность сразу. Заявил клуб, выиграл чемпионат и тут же с первого года попал в Лигу чемпионов. Заявил клуб, загрузил денег в него, да? А дальше, соответственно, любое структурное изменение, переименование клуба, изменение эмблемы, изменение состава акционеров и так далее, будет рассматриваться как прерывание трехлетнего периода, если в результате этих реорганизационных действий клуб получил какие-либо организационные или спортивные преимущества. Это делается для того, чтобы не было подмен футбольных клубов. Клуб вылетел в низший дивизион, взяли любой другой клуб из высшего дивизиона, переименовали его в тот, который вылетел и тут же вышли в Лигу чемпионов. Но самый яркий пример за последние годы это пример с футбольным клубом ЦСКА «София» в Болгарии, когда футбольный клуб ЦСКА обанкротился, как банкрот прекратил участие в соревнованиях. После этого владельцы ЦСКА взяли маленькую команду «Литекс», переименовали ее в ЦСКА «София» и продолжили, как ни в чем не бывало, играть в высшей лиге чемпионата Болгарии и хотели получить лицензию УИФА. Но УИФА сказал, ребята, извините, вы нарушили трехлетнее правило, вы переименовались, от этого переименования вы получили спортивные преимущества плюс финансовые преимущества, потому что вы скинули кучу делов. Соответственно, мы вам не даем лицензию. Вот. Такое интересное достаточно правило. Да, но вот эти трехлетние правила, насколько я понимаю, насколько я читал объяснение УИФА по этому поводу, нацелено на то, чтобы сохранить стабильность еще в принципе в футболе, чтобы не появлялись проекты, в которые пришел человек, давай-давай-давай-давай, побежали-побежали, вот у меня деньги, все, вложил деньги, я сразу вышел в Лигу чемпионов, ничего-то не получилось, бросил клубы, банкротил, и так далее. Для того, чтобы добиваться серьезных успехов, человек должен владеть этим клубом и развивать этот клуб. Развивать, развивать инфраструктуру. Развивать инфраструктуру, академию какое-то время, минимум три года. Потому что в противном случае очень много примеров, когда люди загораются, потом так же быстро остывают к этой идее. И УИФА не хочет этого, не хочет допускать такие проекты в Лигу чемпионов или в Еврокубке. По поводу критериев, Юр. Соответственно, пять критериев. Спортивные, инфраструктурные, кадрово-административные, правовые и финансовые. Давайте прям совсем коротко, чтобы наши слушатели не уснули, поговорим об этих критериях. Первая группа критериев спортивные, название «Говорить само за себя». Соответственно, у каждого клуба, во-первых, должна быть футбольная школа, в рамках которой он осуществляет подготовку резерва. При этом в России на уровне Премьер-лиги и на уровне клубов ФНЛ футбольная школа должна быть обязательно либо в структуре клуба, как структурное подразделение, либо клуб должен выступать учредителем такой футбольной школы. То есть, если на уровне ПФЛ есть послабление, когда ты можешь любой муниципальной бюджетной школой заключить соглашение и просто предоставлять ей частично финансирование, то здесь на высшем уровне ты обязательно должен иметь такую школу либо в структуре, либо быть ее учредителем. Дальше в рамках спортивных критериев клуб должен обеспечить необходимое медицинское обслуживание и страхование футболистам, в частности предусмотрено страхование, требования к страхованию, к медицинскому страхованию, к дополнительному страхованию. Клубы должны организовать медицинские осмотры и предоставить их результаты в органы лицензирования. Также в рамках спортивного критерия клубы должны обязательно проводить работу по разъяснению вопросов судейства и правил игры, принять участие в специальном мероприятии по вопросам судейства, в специальном семинаре. И также есть ряд декларативных обязательств, которые, честно говоря, на мой взгляд, никто серьезно не выполняет. Политика равенства и недобущения дискриминации, когда клуб должен сдать некую декларацию, что они борются с расизмом и так далее. И, соответственно, есть такой критерий, как защита благополучия игроков молодежных команд должны заботиться о молодежи клуба. Последние два обязательства, они такие достаточно декларативные. Декларативные, да, но тем не менее. Я думаю, что со временем борьба с дискриминацией будет главной критерией. У нас ни один подкаст не проходит без новости про дискриминацию и борьбу с ней. Да, что касается кадрового критерия, тоже есть критерии у РФС и у УФА определенные, чтобы клуб, если он профессиональный футбольный клуб, в нем находилось определенное количество работников, определенные должности должны быть закрыты. Понятно, что это в первую очередь и требования главному тренеру, там указано для каких команд какая лицензия должна быть у главного тренера, помощники главного тренера, тренеры-физиотерапевты, просто тренеры. Скажем так, можно разделить эти кадровые критерии на несколько блоков. Это блок спортивный, это то, что касается непосредственно спортивных вещей, то, что непосредственно на поле происходит. И блок административный, то, что происходит в клубе, как управляется футбольный клуб, потому что РФС и УИФА также они уделяют внимание не только тому, что происходит на поле, но и то, что происходит в офисе. Так вот, помимо, как я уже сказал, тренерского штаба, этим документом установлены определенные критерии, определенные требования по лицензии, плюс врачи, плюс, насколько я даже помню, видеооператоры, плюс начальники академии и так далее. То есть все расписано, какие должности, для какого дивизиона, для какой команды, с какими качественными характеристиками должны присутствовать в клубе. Плюс, когда мы говорим уже про офис, там тоже указано, генеральный директор должен быть, финансист, должны быть юристы. Юрист обязательно. Обязательно. Даже, по-моему, в ПФЛ, да? Если я не ошибаюсь. Не, на самом деле, в ПФЛ сейчас не обязательно. А, не обязательно. На какое-то время было, что даже в клубе третьего дивизиона должны быть юристы в клубе. Этот критерий, но тем не менее, указано, какие должности должны быть заняты, какие критерии к лицам, которые эти должности занимают, должны быть выполнены. Следующая группа критериев это инфраструктурные. Достаточно все банально. Во-первых, у каждого клуба, который претендует на получение лицензии, должен быть стадион. Для клубов премьер-лиги это должен быть стадион не ниже первой категории. Для клубов ФНЛ должен быть стадион не ниже второй категории. И так далее. Есть специальная комиссия РФС, которая занимается сертификацией. И выдача этой категории стадионам, которые выезжают на место и осматривают этот стадион и говорят, а у вас тут лампочки недостаточно яркие, поэтому мы вам не можем присвоить категорию другую. Стадионы исправляют эти ошибки и получают эти категории в итоге. При этом иногда бывает так, что клубы для лицензирования предоставляют какой-то договор аренды формальный со стадионом необходимой категории, а потом на нем либо не играют, либо играют достаточно редко. А здесь уже вступает в силу регламент соревнований, который, во всяком случае, у нас в России в порядке исключения по решению бюро из полкома разрешает проводить матчи на стадионах более низшей категории. Поэтому иногда бывает так, что клуб получает лицензию, а потом играет не на совсем хорошем стадионе. Вторая неотъемлемая часть инфраструктурных критериев это наличие учебно-тренировочных объектов, то есть у каждого клуба должна быть в пользовании либо необходимая спортивная база, либо футбольное поле с возможностью пользоваться инфраструктурными объектами, такими как гостиница, питание и так далее. Но тем не менее клуб должен продемонстрировать органам лицензирования о том, что ему есть где тренироваться, футболистам есть где готовиться к матчам, и соответственно, что клуб не будет скитаться по... По стороне. Ездить по Москве и искать там, где у вас можно поле снять на часик. Следующая группа критериев это правовые. Здесь все достаточно банально и скучно. Не то, что в предыдущих критериях. Там-то у нас все фонтанировало, все было ярко, интересно. В правовых критериях все банально. Соответственно, клуб должен предоставить о себе минимальную юридическую информацию. Здесь проверяется о том, что клуб на текущий момент зарегистрирован, внесен в реестр, у него есть устав, что срок полномочий его руководителей не истек. Самое интересное, что проверяется в рамках правовых критериев это структура владения. Потому что, я напомню, есть такое требование о том, что один и тот же клуб, участвующий в одних соревнованиях, не может соответственно находиться под контролем одних и тех же лиц. Здесь лицензирующий орган должен проверить о том, что конечные бенефициары, а информация о конечных бенефициарах обязательно должна раскрываться вплоть до самого последнего бенефициара физического лица. Российская налоговая не знает столько о конечных бенефициарах футбольных клубов, сколько знает об этом Российский футбольный союз и, соответственно, УИФА. Да, но вот вся эта цепочка раскрывается, видно, кто является конечным бенефициаром каждого клуба, и дальше смотрят, нет ли здесь пересечений. Здесь, наверное, самый яркий пример, который был в истории европейского футбола, это ситуация с Red Bull Salzburg и RB Leipzig. Два клуба играют в очень похожей футбольной форме, с очень похожими логовотипами и с одинаковым спонсором концерном Red Bull. И здесь УИФА довольно-таки долго разбиралась. Сначала не хотели допускать... Ты имеешь в виду, когда они в Лигу чемпионов вышли, да? Да, да, когда два этих клуба вышли в Лигу чемпионов, не хотели сначала давать им лицензию, но потом, после долгих разбирательств, все-таки выдали лицензию, пришли к выводу, что клубы контролируются разными конечными бенефицарами, вот, соответственно, можно похвалить юристов, корпоративщиков концерна Red Bull, которые выстроили... Ну, насколько я помню, один из клубов прямо контролируется концерном, а другой контролировался каким-то фондом, но, соответственно, следы концерна Red Bull там были глубоко спрятаны, хотя, в принципе, все понимают, что это и та, и другая... Один и тот же проект. Да, что это один и тот же проект в рамках одного суперинтересного концерна. Давай теперь перейдем к финансовым критериям. Да, самому важному. Критерий, за который, как правило, клубы вылетают из Еврокубков или не допускаются туда. Соответственно, тот самый пресловутый Fair Play не является самостоятельным критерием, самостоятельной какой-то системой лицензирования. Финансовый Fair Play является одним из подкритериев группы финансовых критериев. Ну, уже из названия понятно, что клуб должен подтвердить силеное финансовое благополучие. Клуб должен показать, что у него нет долгов по состоянию на 31 марта. То есть, вот клубы в апреле начинают сдавать документы на лицензирование, и когда они сдают документы, они должны показать, что 31 марта текущего года у них нет долгов, возникших за предыдущий календарный год. До 31 марта клубы должны закрыть все долги, которые у них были по 31 декабря предыдущего календарного года. Таким образом, оценка финансового критерия носит ретроспективный характер. То есть, федерация во многом смотрит не вперед, а федерация смотрит назад, насколько у вас благополучно в плане отсутствия долгов. Во-первых, смотрится отсутствие долгов перед другими клубами и самим Российским Футбольным Союзом. Во-вторых, смотрится отсутствие долгов перед футболистами, тренерами и вообще персоналом, который включен в руководство по лицензированию. То есть, те, кто занимает лицензированные должности, перед ними не должно быть долгов. Поэтому, например, задолженность перед, я не знаю, руководителем программы молодежного футбола или перед помощником главного тренера может повлиять на выдачу или не выдачу лицензии. При том, при всем, что эти лица не могут обратиться в палату по извлечению споров. Некоторые, например, руководитель молодежного футбола, он не может обратиться в РФС или там ФИФА с иском, но при этом... Но при этом он может написать жалобу лицензирование и таким образом заблокировать клубу выдачу лицензии. Тоже интересный факт. И дальше, соответственно, у клуба не должно быть просроченных задолженностей перед налоговыми органами и государственными внебюджетными фондами, такими как пенсионный фонд, фонд медицинского страхования и так далее. Что интересно, задолженность перед агентами, она включается в мониторинг, то есть ее Федерация мониторит и клубы должны ее показывать, но задолженность перед агентами не влияет на выдачу лицензии. Если клуб просрочил платежи какому-то агенту, то это не может повлиять на невыдачу лицензии. Вот. И дальше в рамках процедуры лицензирования проверяется бюджет клуба. Клуб должен предоставить бюджет и в рамках этого бюджета он должен показать свои расходные части и свои доходные части. Здесь нет какого-то критерия, который бы должен был сказать о том, насколько должен быть дефицитным или профицитным бюджет, но тем не менее с точки зрения бюджета РФС смотрит по идее должен смотреть, насколько клуб финансово будет чувствовать себя состоятельным и стабильным. Но, опять же, насколько я понимаю, происходит это все достаточно формально. Ну, то есть, я со стороны видел, как готовятся эти бюджеты. Многие клубы себе просто рисуют доходы, что мы заработаем 500 миллионов от спонсоров. Это прогноз, это то, что мы хотим. Ну, соответственно, каких-то требований предоставления финансовых гарантий, ну, то есть, РФС может потребовать показать какие-то там средства на счету, еще что-то, но таких жестких требований по предоставлению финансовых гарантий, банковских гарантий их нет. Вот, и здесь интересно, расскажи, пожалуйста, как эта система работает, например, в Голландии, потому что ты соприкасался с системой лицензирования в Голландии в рамках одного из наших проектов. Слушай, но я, к сожалению, соприкоснулся, потому что это лицензирование было настолько жесткое, национально-голландское, что нам было достаточно сложно в рамках нашего проекта его выполнить, но меня оно еще тогда поразило, потому что на контрасте с РФС, РФС просто ему говоришь, ну, вот у меня будет такой бюджет, я возьму его там-то, там-то и там-то, и потом даже, если, например, у тебя не получается, то РФС ничего сделать с тобой особо не может по этому поводу. В Голландии, например, по-другому построено национальное лицензирование, для того, чтобы получить лицензию, ты должен продемонстрировать на начало сезона то, что у тебя есть весь твой бюджет расходный на счету, в том, что касается заработных. Грубо говоря, у тебя бюджет 5 миллионов евро, и ты должен показать всю сумму, да, на счетах? Нет, сумму, касающуюся оплаты, заработной платы. То есть ты говоришь, у меня фонд заработной платы миллион, и ты должен показать в начале, в начале сезона, тебе не дадут лицензию, пока ты не покажешь, что у тебя... Не то, что ты как в РФС придешь, как у нас некоторые клубы говорят, у нас бюджет миллион, заработная плата, Мамой клянусь. Мамой клянусь, что мы его получим. Или вот письмо от губернатора, который говорит, что он обещает нам его дать, а потом не дает, и мы как бы ничего сделать с этим не можем. А ты просто показываешь, у тебя должны быть зарезервированные средства. Более того, ты подписываешь договор с футболистом, ты за год сразу должен положить его деньги на счет. Это интересная такая. Интересная система, я так и не понял, на самом деле, не определился, возможно ли у нас такое, потому что, ну, 100%, так как у нас большинство клубов финансируются из каких-то бюджетных средств, и так как у нас система осень-весна, а бюджетирование происходит по-другому календарю немножко, не по системе футбольного календаря, а по системе календарного года, ты не можешь просто эти деньги положить осенью деньги за весну, например, на счет. Просто физически ты не сможешь делать. Да, это все проблематично. И поэтому я думаю, что, во-первых, ну, а, эта система хороша, потому что ты делаешь невозможным практически какие-то невыплаты футболистам, то, что футболисты уже получат эти деньги. Но, с другой стороны, еще раз говорю, слишком редко, и вот как раз те клубы, с которыми мы сталкивались, в Голландии, у них как раз была проблема, что они не могли заранее показать эти деньги на счету, поэтому им приходилось продавать футболистов, либо эти деньги где-то там срочно занимать. Но тоже достаточно справедливо. Если ты не можешь футболисту платить, может, ты его продаешь тогда. Вместо того, чтобы купить кучу футболистов дорогостоящих, потом обанкротиться. На самом деле, система интересная. Но, возможно, у нас стоило бы как-то перенять часть практики, и не было бы таких ситуаций, когда деньги заканчивались бы у клубов к середину сезона. Часто такое бывало, да, у нас в практике и вообще в российском футболе, когда деньги вроде выделялись с начала сезона на футболистов, а потом они заканчивались раньше времени. А если бы они клались на отдельный счет, с которого платили только бы зарплату, тогда такого не было. Ну, возможно, мы могли бы заменить это какими-то гарантиями. Не все деньги мы будем класть на счет, а какие-то банковские гарантии требовать. То есть, мне кажется, что та ситуация, которая происходит сейчас с Тамбовым, или те ситуации, которые происходили с Амкаром и так далее, они показывают то, что такое жесткое регулирование, как в Голландии, может быть, оно избыточное, но отсутствие полное регулирование, которое у нас сейчас происходит в сфере получения гарантии от клубов, оно тоже неправильное. Вот, может быть, стоило как-то, наверное, подумать в этом направлении. Но мы наступаем на грабли каждый раз с каждым новым клубом, но при этом ничего не меняется. Здесь надо признать, что проблема действительно существует, и гарантии от губернаторов, и гарантии от владельцев, я обязуюсь выделить деньги, они не очень работают. Губернатор может поменяться. Да, и условно, письмо губернатора, максимально обтекаемое о том, что футбольному клубу будет предоставлено финансирование, это не значит, что он действительно будет предоставлен. И в каком объеме? Ты можешь ему предоставить финансирование, но в меньшем объеме? Потому что дальше, соответственно, местное законодательное собрание должно утвердить бюджет, на основании этого бюджета должны выделить средства, потом разработать правила предоставления субсидий, выделить субсидию, дальше тебе выделяют субсидию где-нибудь в июле, которую кровь из носа надо потратить до конца декабря, потому что у нас таким образом работает механизм выделения субсидий, что если ты ее не потратил до конца календарного года, ты верни ее назад, ты неэффективно планируешь свои средства, неэффективно используешь субсидию, поэтому в следующий раз ты ее не получишь. Поэтому я постоянно вижу, как бюджетные организации в декабре начинают налево и направо тратить деньги, потому что самое страшное, это чтобы на счету остались неизрасходные средства субсидии. Дальше ты их потратил в декабре, в январе, январь-февраль традиционно в России в бюджетной сфере мертвый месяц, потому что все это время бюджетные организации оббивают пороги, пытаются выбить финансирование, готовятся документы, и вот только к концу где-то февраля, в начале марта начинают идти бюджетные деньги, к тому моменту возникают уже задолженности по зарплате и так далее. Вот, и как это все синхронизировать, я, честно говоря, не очень, не знаю, не понимаю, и как ни странно, но, а может, и просто нет такой задачи, тем не менее, мне кажется, под финансирование спорта должно быть уже, если мы уж признаем, что нам от финансирования спорта никуда не уйти, то должны быть выработаны какие-то другие механизмы финансирования, не по календарным годам уж точно, а по крайней мере по спортивным сезонам. Согласен. Давайте теперь поговорим о финансовом фэрплее, как о составляющей финансовых критериев лицензирования. Миш, что такое вообще финансовый фэрплей? Слушай, ну мы об этом говорили уже много раз, в том числе и поверхностно, конечно же, но в том числе и когда... Мы всегда, мы всегда поверхностно с тобой говорим. Помнишь, мы обсуждали, когда дело с Манчестер-Сити, которую сначала лишили лицензии еврокубковой, потом ее вернули обратно, мы там озвучивали, всем советуем переслушать этот выпуск, летом мы записывали его. Это во-первых. Во-вторых, если совсем просто, то финансовый фэрплей это та система, которая была введена в UEFA, и которая многими странами, она в принципе экстраполирована была на национальный уровень, даже там, где клубы не участвуют в UEFA. Например, в Англии весь чемпионшип тоже живет по финансовому фэрплею, но это такой уровень недостижимый пока, например, в России, но тем не менее, о чем и говорит этот финансовый фэрплей. Он говорит, ребят, вы вот сколько заработали, столько должны потратить. За исключением, понятно, что у вас есть куча всяких нюансов, допустимые отклонения, минусы, в которые вы можете выйти за каждый год. UEFA говорит, вот есть релевантные доходы, есть релевантные расходы. То есть, не все расходы и доходы клуба будут учитываться в качестве релевантных, а только те, которые связаны с именно футболом как бизнесом. Это покупки футболистов, продажи футболистов, билеты, телеправа, реклама, спонсорство, затраты на молодежный футбол, затраты на стадионы, затраты на базы тренировочные и так далее. То есть, все, что связано с футболом, мы учитываем в расходы и в доходы. Мне кажется, здесь самый интересный именно вопрос релевантных доходов и в частности доходов от спонсоров, потому что, насколько я понимаю, не все спонсорские доходы могут подпадать под релевантные. Не все, абсолютно не все. Там есть понятие так называемых связанных сторон, есть понятие контролируемых сторон. А есть еще понятие фейер-вэлю сделки. Есть понятие фейер-вэлю справедливой стоимости сделки, есть понятие периметра, которые могут заводить в тебя деньги. То есть, это все достаточно объемные правила, но то, о чем ты говоришь, фейер-вэлю это справедливая стоимость спонсорских контрактов. То есть, например, условно говоря, футбольный клуб потратил кучу денег на релевантные расходы. Он купил футболистов, заплатил им зарплаты, построил стадион, еще что-то. И, соответственно, ему нужно компенсировать это определенными релевантными доходами. А релевантных доходов у него не хватает. Билеты 10%, продажи футболистов не получилось в этом году, спонсоры маленькие. И тогда UEFA говорит, слушайте, ну мы вот вам разрешали потратить столько, задолженность должна быть у вас максимум 30 миллионов, а у вас задолженность 150 миллионов. Вы должны потратить столько, чтобы примерно они бились с вашими доходами. Поэтому лицензию вы не получите. И тогда некоторые люди хитрые, они находят спонсоров, которые, заключаясь с ними спонсорские контракты, руководствуясь не экономическими, а какими-то другими соображениями. Либо это связанные стороны с владельцем, какой-то другой бизнес-владельца. Либо это компании, с которыми у вас есть другие какие-то взаимозачеты по другим сферам деятельности и так далее. Они просто, например, запуливают в ваш футбольный клуб нерыночный какой-нибудь контракт. Например, если у всех спонсоров контракт на футболке 5 миллионов, они вам 35 туда закидывают. И, соответственно, твои релевантные доходы начинают приближаться к релевантным расходам. И UEFA быстро поняли эти все хитрости. Этими, опять же, грешили и Манчестер-Сити, и ПСЖ, и так далее, которые заключали сумасшедшие контракты со всякими эти хадами, авиакомпаниями, которые были там у себя на родине связаны с бизнесом этих шейхов. UEFA быстро разобрались и ввели это понятие fair value, что ты можешь хоть 500 миллионов загрузить в футбольный клуб по этому спонсорскому контракту, но каждый спонсорский контракт будет оцениваться у UEFA с точки зрения рыночной стоимости. По рынку в среднем по больнице такой контракт стоит, допустим, 5 миллионов. Ну, хорошо, тебе заплатили 25. UEFA снизит эту стоимость до рыночной, ну, плюс-минус, допустим, до 5-7 миллионов. В любом случае, ты лишаешься возможности глобально получить большую сумму по этим спонсорским контрактам, чем все остальные твои друзья-соперники. При этом интересно, что маркетинговое наполнение контрактов и работа маркетологов, когда нужно симулировать релевантные доходы, она имеет значительную роль. Потому что, условно, если мы возьмем какой-нибудь этихат, да, или какую-нибудь применить на к России, какая-нибудь госкорпорация, которая как платила клубу 30, 40, 50 миллионов евро в год, так и платит. Просто раньше это был контракт на одну страничку с обязанностью размещать логотип спонсора на груди. То сейчас приходится заморачиваться маркетологам, структурировать эти контракты. И для того, чтобы было так называемое fair value, чтобы потом аудитор пришел и посчитал стоимость рекламного носителя, и в совокупности это все вышло на те же самые 30, 40, 50 миллионов. Потому что понятно, что реклама на груди не может стоить 50 миллионов, а вот если вы размещаете рекламу и на груди, и на стадионе, и при таком повороте камеры, и при таком, и на счетах, и под крышей, и стадион, и тренировочные сборы у вас, и запасной стадион, и молодежная команда. У нас просто пример без конкретных. В совокупности это уже тянет на ту стоимость. Если честно, мне кажется, что сфера финансового fair play, она просто превратилась уже в огромную индустрию всевозможных аудиторских компаний, маркетологов, юристов и так далее, которые благая цель UEFA во многом превратилась в такой фарс. Да, но с другой стороны, все, кто хотят обойти, они все равно обойдут правила, как это, по-моему, как раз в том деле с Манчестер-Сити, мне кажется, было, когда шейх через свои другие компании загружал деньги спонсора, а спонсор, соответственно, загружал их уже в клуб. Не-не, Юр, безусловно, что все, кто хотят, они могут это обойти. Например, Манчестер-Сити, это уже понятно, что суда они выиграли, и за руку не пойманы, и то с большим скрипом, то есть во второй инстанции. Тем не менее, UEFA, когда отчитывается ежегодно о результатах fair play, достаточно интересно посмотреть на эти цифры, все, кто хочет, может их найти на сайте UEFA. Там достаточно позитивные эти отчеты, и показывают, что раньше, условно говоря, клубы тратили столько-то миллиардов, сейчас они тратят гораздо меньше миллиардов, раньше клубы с дефицитом бюджета составляли столько-то процентов от всех клубов, сейчас это в разы меньше, сейчас клубы меньше банкротятся, меньше покупают и так далее. Поэтому, в принципе, опять же, по больнице это достаточно позитивный сдвиг именно fair play. Позитивная температура. Позитивная температура, да. Но при этом многие очень ругают еще fair play, потому что они говорят, что те, кто уже стали богатыми когда-то, они уже там и останутся. А вот если ты бедный, то ты богатым уже никогда не станешь, даже если к тебе придет какой-нибудь шейх и скажет, давай я сейчас загружу в тебя миллиард в твой клуб, тебе все равно не разрешат этот миллиард забрать. Все равно этот миллиард тебе не разрешат использовать. Многие критикуют fair play за то, что он мешает появлению новых грандов. Допустим, маленький какой-нибудь клуб Palermo, то если к тебе придут китайские инвесторы, они уже не смогут свои все деньги использовать именно для спортивной составляющей. Wi-Fi обрежет. Наверное, тоже была идея fair play. Чтобы клубы богатели тоже равномерно, а не так, что пришел инвестор, все деньги свои потратил, а потом ушел. Поигрался, да, поигрался в футбол, и потом ушел, как у нас было в Sanji, например. И потом клуб просто развалился обратно и пропал. Но я все равно рассматриваю качество позитивного правила. Мы рассказали вам про все пять критериев, которые существуют. Да, слушай, но в контексте финансового fair play мы должны обязательно рассказать, какой допустимый дефицит бюджета. Финансовый fair play смотрится в контексте трехлетнего периода, то есть текущий год, когда получаются лицензии, ну вот условно 21 год, является периодом T, смотрится период T, и дальше T-1 это предыдущий год, T-2 это предыдущий год. Вот, и за этот период, соответственно, допускается дефицит бюджета минус 5 миллионов евро. Это не покрытый никем. При этом, если дефицит покрывается акционерами, владельцами, спонсорами, любыми связанными лицами, то допускается бюджет минус 30 миллионов. Соответственно, дырка больше 30 миллионов уже грозит клубу исключением из Еврокубков. Ну, то есть, скорее всего, сначала мировым соглашением, потом исключением из Еврокубков. Еще интересно, мне кажется, мы должны обязательно сказать о том, что у нас сезон ковидный. Ковид не обошел стороной финансовый fair play. Соответственно, UEFA, понимая, что у клубов большие проблемы с доходами, и что сейчас требовать от них соблюдение правил финансового fair play достаточно трудно, поскольку клубы лишились доходов от билетов, во многом от трансляций. И в целом покупательская способность достаточно сильно упала. То UEFA сказал, что, ребят, вот на текущий сезон, который сейчас идет 20-21, мы освободили клубы от требований финансового fair play. Вот. Ну, мне кажется, логично будет как минимум еще и на следующий сезон, потому что, на самом деле, ковид никуда не делся, ограничения во всей Европе еще достаточно серьезные. Наверное, логично будет отменить финансовый fair play еще и на следующий сезон. Я думаю, да. Я думаю, что эти, скажем так, временные меры рискуют перестать быть временными, во всяком случае, в каком-то треске достаточно существенном. Ну что, Юр, мне кажется, что мы достаточно подробно для поверхностного выпуска затронули эту тему. Ну, понятно, что все финансисты, кто нас слушает из клубов, сидят и говорят, да, ребят, спасибо. Такие фу-фу-фу. Спасибо, Кэп, рассказали нам азбуку. А для них мы скажем, читайте по ссылке в описании. Для них мы скажем, он, желается. Сначала желаем вам прекрасно пройти лицензирование в апреле. То, что мы со многими сейчас разговариваем, все, конечно, хватаются за голову, с ковидным сезоном доставил много неприятностей футбольным клубам. Для всех остальных, я надеюсь, это была информация интересная, которую, опять же, все равно без домашнего задания оставлять не рекомендуется. Лучше прочитайте еще. Там, на самом деле, много всего интересного. Мы желаем вам еще раз всего самого доброго. Берегите себя. Подписывайтесь на наш подкаст, там, где вы слушаете подкасты. Обязательно подписывайтесь на чемпионат подкасты. Деритесь с друзьями. Всем пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»